Что за конкурс объединил юных мастеров? Какая выставка поведала славянцам о мужестве и героизме? В каком состязании участников проверили на меткость? Об этом и многом другом смотрите в нашей полезной и интересной рубрике Телетайп новостей. 27 января вся страна отметила годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Оборона северной столицы стала символом мужества и стойкости советского народа. В освобождении города на Неве участвовали и славянцы, среди которых три ветерана Великой Отечественной войны. Еще пятеро наших земляков пережили нестерпимую тяжелую блокаду. Все они 27 января получили памятные знаки, цветы и подарки от Славянского совета ветеранов, администрации города и района. В канун годовщины снятия блокады Ленинграда в Центральной городской библиотеке развернулась масштабная выставка, посвященная этой памятной дате. Экспозиция наглядно повествует о событиях, пережитых в те суровые годы нашими солдатами и блокадниками. Специалисты библиотеки рассказали пришедшим в этот день посетителям о великой силе духа и патриотизме блокадников, которые, несмотря на холод, тьму, смертельный голод, непрекращающиеся бомбежки фашистов, стояли насмерть, не отступая ни на шаг, чтобы защитить город. Какая же масленица безряженого чучела? Издавна этот обязательный атрибут праздника наряжали, возили по городу, а потом всем миром сжигали в знак прощания с уходящей зимой. В этом году славянцы также могут стать авторами оригинальных ростовых масленичных кукол, приняв участие в конкурсе «Сударыня масленица-2015», который пройдет 22 февраля в рамках празднования масленицы. По задумке организаторов отдела по работе с молодежью, культуре, физической культуре и спорту администрации Славянска-на-Кубани, в последний день масленичной недели на театральной площади города будет устроен настоящий хоровод масленичных кукол. К участию приглашаются как индивидуальные авторы, так и авторские коллективы. Высота ростовой куклы должна быть не менее одного метра. Для изготовления допускается использование любых материалов. В костюме возможно как соблюдение традиционных мотивов, так и оригинальное авторское решение. Участникам необходимо направить заявку в оргкомитет конкурса до 18 февраля по электронной почте, по факсу или принести по адресу. Город Славянска-на-Кубани, улица Красная, 8, кабинет 20. Удра, ребята! Огонь! Левый мишень! Посостязались в меткости и сноровке. На днях в Славянской автошколе «Досав России» прошел турнир по пулевой струбе, посвященный годовщине снятия блокады Ленинграда. Он проводился в рамках месячника по оборонно-массовой и военно-патриотической работе. В турнире приняли участие курсанты Славянской автошколы и учащиеся Славянского филиала Анапского индустриального техникума. За первое место боролись шесть команд. В итоге победу завоевали курсанты третьего взвода автошколы. В рамках месячника в Славянской автошколе «Досав» запланированы различные мероприятия, среди которых экскурсии курсантов в воинскую часть, уроки мужества с участием молодежи и ветеранов и многие другие. Самые эффектные и яркие прически можно было увидеть в Центре детского и юношеского технического творчества 29 января. Здесь прошел районный конкурс профессионального мастерства парикмахеров «Золотые руки». Это состязание – своеобразный итог обучения юных мастеров за год и два года обучения. Сегодня они показывают свои работы по трем номинациям. Это подиумная прическа, коктейльная прическа и авангард. Шутят так наши мастера. Конечно, такие конкурсы дают огромную возможность детям почувствовать себя настоящими мастерами. На этой маленькой сцене, в этом маленьком зале. Потом они наводят макияж, они одевают платья, они одевают туфельки, они чувствуют себя настоящими моделями. А мастера чувствуют огромную ответственность за полный образ, не только за прическу, а они учатся создавать образ. В конкурсе приняли участие 15 юных парикмахеров. При помощи моделей им нужно было продемонстрировать сложные элементы причесок. Несмотря на то, что участницы еще только обучаются парикмахерскому делу, все прически были выполнены аккуратно и мастерски. Зрители и жюри оценили их по достоинству. 23-24 января этого года в Волгограде проводились международные и всероссийские соревнования Кубок губернатора по легкой атлетике. Победу в секторе для прыжков в шестом завоевал воспитанник спортивной школы номер один Александр Грипич. Высоту 5 метров 70 сантиметров славянский шестовик взял с первой попытки. Всего за победу в соревнованиях по разным дисциплинам боролись 126 спортсменов.